Друзья, всем добрый день. Меня зовут Имран, я агент по недвижимости в Калининграде. Сейчас направляюсь в Зеленоградск решать вопрос своего клиента по продаже дома. Есть задача посетить МФЦ, забрать кое-какие документы по земельному участку и, соответственно, дальше продолжить продажу объекта. Хочу поговорить про стоимость квартиры домов, которую часто устанавливают собственники при продаже. Ориентируются они прежде всего на площадки, которые популярны. Это ЦАН, Авито, это Яндекс.Недвижимость и другие. Исходя из этих ценовых предложений, они строят свою ценовую политику в плане организации процесса реализации объекта. Не совсем правильный подход. Почему? Потому что те цены, которые указаны на агрегаторах, это цены, которые желают получить на руки собственники. Но, как правило, эта цена, она не соответствует той, которая указывается в договоре купли-продажи. А, как правило, ценник там может быть на порядок меньше. Он может быть и меньше, и на 300 тысяч, и на 500, и даже на несколько миллионов, в зависимости от категории объекта и на сколько цена собственника была завышена. Ну, условно, например, земельный участок, который сейчас еще для своего клиента, стоит примерно 500-600 тысяч. Но за него, собственно, хочет полтора миллиона. Понятное дело, зная цены на рынке, я понимаю, что цена намного завышена. Я своим клиентам не буду рекомендовать такой объект для покупки. То же самое касается и продажи домов, квартир, земельных участков. Бывает часто так, что собственники ориентируются на цену, устанавливают заранее завышенную цену и не могут потом понять, почему нет входящих звонков, либо показов, либо вообще клиентов. Все достаточно просто, потому что цена бывает завышена. Почему-то есть такое мнение, что ближе к Новому году или ближе к лету цены на объекты недвижимости растут. Но здесь надо понимать, что растут не цены, а растет спрос. Исходя из категории квартир, растет и количество предложений. В данной ситуации сейчас рынок покупателя, но не продавца. Это означает то, что покупателю потенциально есть с чего выбрать. Очень много объектов на рынке, они все по разным ценам, обратно в ценовых категориях. Поэтому, если один человек продает квартиру за 5 миллионов в сером ключе, второй может продавать за 5 миллионов такую же квартиру с такой же автономкой, но уже полностью укомплектованную, может быть, на 2 квартала дальше, но она будет полностью готова к проживанию, и человеку не нужно будет тратиться на ремонт. В этом случае покупателю выгоднее будет купить второй вариант. Поэтому, когда вы оцениваете квартиры для того, чтобы продать, необходимо это делать качественно и профессионально. Что касается работы моей, как агента по недвижимости, я всегда своим клиентам могу сказать диапазон цен, в котором квартира может быть реализована. Это бывает цена от и до. Почему я могу эту информацию дать и предоставить, и в ней быть уверенным? Потому что у нас регулярно идут в компании сделки, мы знаем реальные цены покупки квартир и продажи квартир за те деньги, за которые действительно продаются, а не за те, за которые хотят собственники. Я вам приведу пример. Квартира может продаваться, вот в частности мой пример, она продавалась в Авито, Авито стояла за 8 миллионов 700 тысяч, в итоге она ушла за 5 600. 8 и 5 600. Вот такой диапазон, который хотел наделать собственник. Объясню, что он хотел этим добиться. Я вам просто объясню, как строится иногда ценообразование у собственников. Я сейчас никого не хочу обидеть, я просто рассказываю, как есть на самом деле. Человек говорит так. Я купил квартиру за 5 миллионов, 2 я вложил в ремонт, еще миллион у меня кредит, и еще мне нужно закрыть кредит за машину. Вот я вот эти все затраты суммировал, и получил сумму 8 миллионов. Хотя фактически рыночная цена это 5-6. То есть надо подходить грамотно к процессу ценообразования, и реально подходить из реальной ситуации на рынке. Ваша квартира будет стоить ровно столько, сколько за нее готов предложить покупатель, а не столько, сколько хочет, как правило, продавец. Это касается и квартиры, это касается и каких-то других вещей на рынке. Теперь, что касается услуг агента и комиссионных вознаграждений всего остального. Как правило, я сталкиваюсь с таким мнением, что услуги агента стоят дорого. Но если рассматривать дорого по сравнению с чем? По сравнению с покупкой продуктов, например, в магазине, либо что-то другое. Например, если брать комиссионные вознаграждения, да, в нашей компании, и наценку на продукты, которые вы покупаете ежедневно, то разница получается колоссальная. То есть за продукты вы переплачиваете ежедневно намного больше, чем единоразово за безопасность и качество сделки по объекту недвижимости, вашему единственному правилу жилью и крышу над головой. Поэтому здесь, смотря с какой стороны к этому вопросу подходить. Но что, опять же, человек получает за эти комиссионные вознаграждения? Это качество, это сервис, это грамотное юридическое сопровождение сделки и сопутствующие нюансы в плане рекламы, переговоров, клиентов и всего остального. Поэтому это большой комплекс работы, который выполняется агентом. В частности, вот сейчас я еду как раз получать документы, вот у меня доверенность на получение всех этих вещей. И, соответственно, я экономлю время своего клиента, своего собственника. И именно таким образом я, в том числе, отрабатываю свое комиссионное вознаграждение по продаже этого объекта. Поэтому работайте с профессионалами. Мой номер телефона есть на вашем экране. Обращайтесь с удовольствием, когда вам и вашу квартиру тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова